100 команд из 30 городов разных федеральных округов. Такой состав участников отборочного тура соревнований Киберкод 2024. В финал вышли 12 команд. Это студенты профильных вузов и факультетов, которые захотели на практике применить свои знания. Соревнования прошли на базе Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики. Инициатива была наша, чтобы создать мероприятие в IT-отрасли, совмещенной с отраслью информационной безопасности. Обычно бывают либо IT-шные мероприятия, либо мероприятия кибербеза. Мы решили соединить два этих опыта, получили вот такое мероприятие, тематика которого программирование в информационной безопасности. Подобные соревнования проходят на базе ВУЗа регулярно. В этом году мы немножко усложнили и усилили вопросы чемпионата, ориентированные не только на сферу информационной кибербезопасности. Добавили туда элементы программирования, аналитики, информационных сетей и так далее. И более того, специфика чемпионата этого года в том, что принимали участие специалисты различных компаний, помогали университету создавать те задания, по которым ребята проходили конкурсную часть. По словам организаторов, критериями определения победителей стали не только уровень их знаний, но и умение мыслить логически и находить нестандартные решения. Большую роль играет и умение работать в команде. По итогам конкурса студенты Санкт-Петербургского политехнического университета стали лучшими. Команда существует уже два года, регулярно участвует в киберсоревнованиях. По мнению ребят, именно большой соревновательский стаж и слаженная работа команды сыграли решающую роль. Организаторам огромное спасибо. Участие в таких мероприятиях, опять же, прокачивает очень сильно опыт, добавляет, так скажем, опыта. Плюс сам формат очень-очень интересный. Но то, что мы получили, мы очень рады. То есть вся команда, все были прям довольны заданиями. Атмосфера Церила очень такая дружелюбная и прям в этой атмосфере хотелось очень сильно работать, так скажем. Ну и побеждать. Прям очень все было круто. Сфера IT – одна из динамично развивающихся отраслей в экономике. Поэтому специалисты отрасли востребованы на рынке труда. Кто владеет информацией, кто владеет миром сейчас. Поэтому попытки завладеть информацией, попытки скомпрометировать те или иные предприятия, оба государственной власти и так далее, они подприняются сейчас практически постоянно. Специалисты в области инфобеза сейчас актуальны, как никогда. И учитывая, что государство в их приоритете, это направление информационной безопасности, защиту информации и так далее, ощущается ускорение хвота таких специалистов. Победители соревнований получили дипломы, подарки и ценный багаж знаний по решению киберзадач. Галина Топилина, Константин Головин. События. Галина Топилина, Константин Головин.